Девушки отдыхают Вопрос я уже сказал о бюджете. Насколько мне известно, добиться такого снижения дефицита стало возможным благодаря дополнительным деньгам от протажи нефти и газа. Потому что правительство России ранее запланировало более низкую цену, чем она оказалась фактическая. И, собственно, про эти поправки. Вот немного расскажите о них. Голосовали, во-первых, ли вы за этот бюджет, за эти поправки? И, собственно, как вы их оцениваете? Как сильно изменился федеральный бюджет согласно им? Спасибо. Действительно, бюджет Российской Федерации на трехлетку 2017-2019 года считался из объема цен 40 долларов за баррель. Но, как вы видите, даже сегодня, когда там был некоторый спад, все равно ниже 45 не опускается. Мы это прогнозировали. Можно поднять стенограмму рассмотрения в первом чтении. Но страшно даже не это. Страшно то, что 1 триллион 191 миллиард получено дополнительных доходов. При наличии колоссальных проблем, которые у нас есть, потому что у нас же в эфире, в некоторых официальных СМИ у нас вроде как все, мы из кризиса вышли. А реально, когда сталкиваешься с действительностью, то, к сожалению, это совсем не так. И мы вообще предлагали. И что произошло? Из триллиона 191 миллиарда всего, по большому счету, 191 миллиард пошел на распределение в реальный сектор, в социальную сферу. А триллион почти опять пошел в кубышку. Мы считаем, что это в корне неправильная кудринская система, которую надо рушить. Почему? Потому что, по большому счету, если вы получили сверхдоходы, у вас есть проблемы, и они нарастают. У нас ведь, смотрите, все налоги, они и производство находятся на территории, да? А у нас за год количество субъектов, которые, ну, фактически банкроты, увеличилось на 7, их стало не 9, а теперь 16. У нас 56 субъектов Российской Федерации имеют долговую нагрузку выше 80% от доходов. Поэтому мы предлагаем, что? Причем опасно другое. Вот, скажем, даже у нас в Ростовской области 28 миллиардов – это кредиты коммерческих банков. Я у вас спрашиваю, разве бюджет зарабатывает на проценты? Ну, то есть, это значит, вы 28 миллиардов и проценты должны сразу выкинуть из своей доходной части, да? Это чистый балласт, который сразу вычитается. Поэтому мы предлагали. Вот появилась возможность, давайте мы заменим кредиты коммерческих банков на бюджетные кредиты, которые 0,01%, понимаете? Да даже 0,01%, это же не 15, 16, не 20, да? И таким образом, ну, мы бы снизили долговую нагрузку на субъекты и дали бы возможность решать какие-то вопросы. Но фундаментально, с нашей точки зрения, надо возвращаться к старому бюджетному и налоговому кодексу, которые делили доходы 50 на 50. Вот у нас это правило существовало до 2002 года, понимаете? А потом постепенно, постепенно, ну, вы знаете, даже при принятии вот этого бюджета была принята серия поправок, когда налог на прибыль, который это налог субъекта Российской Федерации, 2% отняли в Федерацию. У нас сейчас 62% в Федерацию доходы идут, а 38% на территорию. А мы считаем, что вообще-то это несправедливо, это не позволяет решать проблему. Поэтому мы считаем, что надо пересмотреть практику формирования бюджета как таковой. Почему? Бюджет должен учитывать нарастающую проблематику, чтобы была прямая линия с президентом, да? Она уже 15-я. И многих избирателей возмущают, говорят, так подождите, если регулярно президент проводит прямую линию, а обращения аж больше 2 миллионов 600 там с лишним тысяч, и обращения фактически каждый раз повторяются, и в данной ситуации, если они повторяются и нарастают, значит же надо принимать меры. А фактически, ну, можно 4 часа пообщаться там в качестве пиара, в каком-то городе дать кому-то квартиру, ну, а у нас-то квартира, у нас только обманутых дольщиков сотни тысяч. Поэтому мы считаем, что вот этот порядок надо менять. То есть мы должны пересмотреть доходную часть муниципальных образований, потому что, ну, муниципальные образования, они сегодня имеют обязанности мамы родной, а налоги мачехи. Почему? Потому что, смотрите, он отвечает от рождения до смерти, и федеральный центр передал 134 полномочия. Ну, на субъект, а субъект автоматически на муниципалитет, да? Хорошо. Мы опровергаем неправильность проводимую и предлагаем свои вопросы. Правильно ли я вас понимаю, что вот все поправки, которые сейчас приняты, вы их оцениваете отрицательно? Есть ли какие-то плюсы? Нет, почему? Если есть, вы о них тоже расскажите. Посмотрите, вот рассказывают в СМИ некоторые коллеги о том, что мы помогли сельскому хозяйству 35 миллиардов, а на самом деле 10 миллиардов – это помощь сельскому хозяйству, а 25 миллиардов – Россерхозбанк. Ну, при чем тут Россерхозбанк и сельское хозяйство? Но уже кредиты потом… Нет, вы если посмотрите, я вам рекомендую, как молодому пытливому журналисту, поинтересоваться о условиях получения кредитов в Сбербанке, Россерхозбанке, Газпромбанке и в других. И вы увидите, что процентные ставки… Под АПК конкретно? Да. Вы посмотрите, в Россерхозбанке какие условия и сколько их, в Сбербанке и в других, которые допущены к финансированию АПК, и вы увидите, что, к сожалению, Россерхозбанк при названии Россерхозбанк не имеет более выгодных условий для села, понимаете? Но там же 25 миллиардов выделены на пополнение уставного капитала этого банка. Так что хорошего? Было что-то хорошее в этих поправках? Нет, ну вы поймите, любое… Любое же минусы есть. Я хочу вам сказать, что поправки, в принципе, мы поправки поддерживали и на село. Но мы считаем, что вот эти… Если бы мы отдали 35 миллиардов на прямую селу через, скажем, по-гектарную поддержку… Было бы лучше. Да, было бы эффективнее. Хорошо, почему не отдали тогда? Вот чем мотивировало, скажем так, большинство Думское? Спасибо. Почему не поддержало? Думское большинство в лице председателя комитета, в принципе, мотивов, которые бы доказывали правильность их политики, не представило. Вот вы, опять же, можете посмотреть стенограмму выступлений на Думе. Там есть позиция всех фракций. И мы приводили свои аргументы, почему надо делать так. Потому что у нас, с одной стороны, говорят, что мы в рынке, да? А вы хоть раз видели, вот цена на нефть упала, а на заправке хоть раз видели, что на одну копейку уменьшилась цена? Она же не уменьшается. Понимаете? Нет. Второе, если вы посмотрите, ну, если мы в рынке, то вот они говорят, долговая нагрузка многих стран, даже ведущих, значительно выше, чем у нас. Но у них никогда в голову не приходит брать и укладывать казначейские обязательства США. Ну, у нас ваши коллеги на центральных каналах говорят, что это наш, ну, в общем-то, скрытый враг. Партнер, да? Ну, да. А вот это, ну, в принципе, у нас есть, ну, в принципе, у нас есть законы, центрабанк бы из роли обменника, потому что у нас Банк России выполняет роль обменника. Вот сколько есть у нас золотовалютных резервов, ровно на столько у нас есть рублей по курсу. Поняли, да? Да. И у нас одна из главных проблем нашей экономики и бюджета в том числе, как раз неправильная с нашей точки зрения мнение академиков, экономистов и нобелевских лауреатов, неправильная кредитно-денежная политика. Потому что вот есть три нобелевских лауреата, скажем, Джейн Стобин, понимаете, Джеффри Сакс, то есть, извините, Джеффри Стиглиц, которые говорят о том, что процентная ставка не может быть выше половины рентабельности. Поняли, да? Да. Вот средняя рентабельность по России 7,7%, а ключевая ставка у нас 9, а реальный кредит 15. То есть, в данной ситуации, обратите внимание, у нас ставка по кредиту в два раза выше рентабельности. Николай Васильевич, вот смотрите, вы всегда вот затрагиваете такие самые главные фундаментальные вопросы, но если мы сейчас их будем обсуждать, нам не хватит вообще никакого времени. Я вот хочу вот конкретно на вот этих поправках, потому что у нас время лимитировано, и только о них говорить, иначе мы ничего не успеем. Ну вот смотрите, из полезных поправок. Вот смотрите, вы сейчас называете самые, вот давайте, топ-3 самые полезные поправки, и почему? И топ-3, по вашему мнению, по мнению фракции КПРФ, вредные, и почему? К сожалению, думское большинство отстаивает интересы 2% людей, владеющих 89% собственности Российской Федерации. Поняли, да? И если вы посмотрите, то у этих 2% за прошлый год благосостояние выросло на 14,5%, а у подавляющего большинства оно упало на 7,9%. Вы поняли, да? Это первое. Второе. Понимаете, они противоречат второй логике экономики. Ну если у населения падает отложенный спрос, скажите, пожалуйста, это стимулирует экономику вашу? Нет. Поэтому мы, почему мы говорим, что надо в реальный сектор и в социальный сектор отдать, и дать детям войны 100 миллиардов, понимаете? Самая обиженная нашей категории. Вы видели, что опять вот Зюганов позавчера встречался с президентом, он первый вопрос задал о том, что ну давайте же наконец примем закон о детях войны, которые оказались самой обиженной частью нашего общества. Почему? Вот я объясню вам. Смотрите, у них не было детства, не было юности, не было в зрелом возрасте, они построили сверхдержаву. А перестройка через затопленные архивы сделала минимальную пенсию. Они же в этом не виноваты, государство. Поэтому мы считаем, что надо справедливость восстановить. Но президент говорит да-да, а его большинство не принимает. Скажите, вот то, что вот говорится, закон о детях войны, это безусловно важно и нужно стремиться к его принятию. Но думское большинство, оно говорит, что мы бы и не против это сделать, но этих денег их реально не хватит. И то, что, допустим, говорят коммунисты, это просто они занимаются таким пиаром, что ну хорошо, потратим мы большие деньги, но они сразу закончатся. Можно аргумент приведу? Конечно. Вот смотрите, есть одно из самых показательных постановлений правительства, 1432, это о поддержке, скажем так, сельхозмашиностроения, сельхозпроизводителей на модернизацию. Сейчас, смотрите, 10 миллиардов помощи в 2015 году, далее 35 миллиардов бюджеты всех уровней. Вы мультикомпликативный эффект чувствуете, да? Один, три с половиной. Вот сегодня нам поправками, к счастью, удалось, чтобы компенсировали долги, уже освоенные 13,7. Вот это полезно, как вы говорите, топ-3, понимаете? Почему? Потому что вот эти 13 умножаете на 3,5. И плюс, смотрите, что произошло. До этого 16 предприятий более-менее устойчиво работали, сельхозмашиностроения и тракторного машиностроения. Осталось 76. А это 76 предприятий, на которых людей десятки тысяч работают, которые платят налоги, платят НДФЛ, идут в магазин, вы поняли, да? Да. То есть это же оживление реальное. Поэтому мы и предлагаем, что именно, например... На это же они пошли? Нет, как пошли? Для этого мне надо было подготовить с группой депутатов, Геннадию Андреевичу, к президенту дважды обращаться, и вам перед Новым годом приглашенный Мантуров сказал, да, мы вот сейчас сделаем. Но это же не Мантуров виноват, это Силуанов, который опять в бюджете не предусматривает таких полезных новелл, понимаете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова